здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте а я сейчас смотрю ваши комментарии и вот читаю читаю и отвечаю марина костина пишет катерина здравствуйте я пью соду с тех пор как попала на ваш канал уже больше года ваш канал для меня как настоять настольная книга чем бы я не занималась вы у меня в эфире это намного лучше чем телевизор от которого я вообще отказалась спасибо вам большое за ваш труд и дай вам бог здоровья вам и вашим родным и близким катерина что я хотела спросить а что делать соды и перекисью где это взять настоящее ведь то что сейчас продается это уже не то я бросила это пить когда прочла что в перекиси есть добавка натрий бензуат е211 да и сода какая она помогите мне разобраться мне очень надо заранее благодарю марина город николаев дорогая мариша я уже сделала видео я уже сделала видео по поводу бензуата е211 и по поводу соды поэтому я внизу под этим видео вот которая сейчас отвечаю вам сделаю ссылочку на те видео где я подробно рассказываю про бензуат е211 вот там вы услышите ответ на ваш вопрос дальше лично для меня там все 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 что я знала я рассказал наталья пишет спасибо и вам наташенька спасибо катерина лебедева пишет катерина лебедева пишет ольга бутакова говорит нельзя принимать соду кто такой кто такая ольга бутакова значит раз она вам так говорит не принимайте соду понимаете я же никому абсолютно катерина лебедева я абсолютно никому не советую принимать соду вообще я рассказываю то что делаю я. Вот лично я принимаю соду по Неумывакину. Не по Ольге Бутаковой, нет. А про, вот, знаете, такого профессора Неумывакина. Вот. Сода, мифы, реальность. Вот он только недавно умер, на 90-м году. Вот он меня научил. Доктор медицинских наук. Поэтому никакую Ольгу Бутаковой я не знаю. Я рассказываю для своей семьи. Вы присоединились. У меня такая получилась интернет-семья. Я абсолютно никого не агитирую, ничего принимать, ничего употреблять. Но для своей семьи, у меня большая семья, я просто обязана рассказать свою жизнь, показать и откуда я это себе взяла. Вот у меня есть книга, да, Сода, мифы и реальность профессора Ивана Павловича Неумывакина. И вот я именно опираюсь на на его знания, на доктора медицинских наук. А ни на какую, ни на Ольгу там, я не знаю, Ростакову или кого там, я не знаю. Вот так. Вот так. Здесь мы уже ответили, да? На эти вопросы мы ответили. И я пошла дальше, пошла дальше. «Всё супер», Оля пишет, «Только когда вы говорите «Здравствуйте, моя интернет-семья», у меня возникает чувство, что я попала в секту». Ой, Олечка, вы знаете, живя в бывшей Савдепе, у меня давно такое чувство. Понимаете, у меня давно такое чувство. Дальше пошли. Знаете, только я об этих чувствах, ну, я не навязываю их никому и не говорю. Если у вас такое чувство, то зачем вам здесь быть? Слушайте, интернет, ну, это ж это такой океан, просто океан. Здесь вообще нету такого, чтобы кого-то привязывали, насильно заставляли или ещё что-то. другое дело, когда вы ходите в школу каждый день, да, например, вы, ребёнок, идёте в школу. Так что, дорогие мои, если вы вот приходите в школу, да, например, приходите, и там вам учитель втирает, да, то, что он должен втирать детям, многие учителя, особенно учителя истории, и дети потихонечку зомбируются там в школе, да, например, или в университетах им каждый день, или вам по телевидению, а ваша бабушка всё время под телевизором. Естественно, бабушка будет зомби. Вот. Особенно те люди, которые каждый день, час в час смотрят новости. Всё тут, но никуда. Вот она секта. Никуда. А здесь, Господи, посмотрели, увидели, вас коробит, здравствуйте, моя интернет-семья. Конечно, 70 лет. Дорогие товарищи, уважаемые товарищи, вы подлинные герои, а подлинные герои это массы. Или как к вам обращаться? Широкие народные массы. Или массы везде и всюду состоят в общем и дальше по тексту. Нет, дорогие мои. Дорогие друзья. Нет. Ну, вот, вот видите, вот ничего из того, что я сказала, дорогая моя Олечка Ка, не подходит. Поэтому здравствуйте, моя семья и моя интернет-семья. Как вы думаете, Олечка, как я могу относиться вот к этим людям, которые меня окружают, которые пишут, столько любви высказывают? Как мне можно их называть товарищами, массами, дорогие друзья и так далее? Думаю, что я подробно ответила и на ваш вопрос. Дальше Умсындык Абдулина, моя красавица, пишет, да, интересная история, благодарю, Катрин, за беседу с нами. А дальше слушайте, дай Всевышний всем нам мира, добра, любви к ближнему. Сколько сердец, все они разные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все я Умсындык принимаю и в тысячу раз прошу Господа Бога, чтобы Он благословил вас, ваших родных и близких, вашу семью и всех, даже друзей и просто прохожих, которые так или иначе соприкасаются с вами. Вот и все. Вот пусть Господь Бог их просто в море благословений омоет. Вот как мне относиться к таким людям, которые меня вот так благословляют? Как? Вот только семья, только семья. Я не могу иначе. Инна Попкова пишет, может я не напишу, что всех интересует, Кать, а что, нечего обсуждать наше российское или некого обсудить, зачем это нужно? Я не понимаю для чего, пишет мне Инна Попкова. Инночка Попкова, а что такое наше российское? Какое ваше российское вы имеете ввиду обсуждать? Это на видео вы пишете, где я рассказала про то, что я жду свадьбу между Мэгги и Гарри. Мэгган и Гарри должны жениться 19 мая. Я написала о их свадьбе. Вы мне пишите российское, а зачем мне российское? я не пойму, что там происходит. Что там свадьба какая-то великая намечается или что? И потом я не в России живу, и наше украинское я не обсуждаю, и наше туркменское я не обсуждаю, и даже наше казахское я не обсуждаю, наше киргизское, азербайджанское, армянское и грузинское я тоже не обсуждаю. Ой, Инночка, вы понимаете, в мире существует не только наше, но и не наше. Вообще для меня не существует наше не наше. Для меня твоя моя нет, для меня всё твоё моё и моё тоже моё. Я мужа так говорю, у нас твоя моя нет, у нас и твоя моя, и моя моя. В общем, Инночка, я контролирую каждый шаг этой семьи. Мне интересно наблюдать за ними. Очень. Начиная с Дианы, помните принцесса Диана, Диана, вот с того момента появления её на экране, с той свадьбы, с той самой свадьбы, я стала за каждым шагом следить за этой семьёй. Я купила специальную книгу, я изучила её в оригинале и с тех пор вот заинтересовалась. Вот у каждого разные хобби, вот у меня такое есть хобби. Так, думаю, что я ответила вам на вопрос. А вообще, Инночка, я вам честно скажу, вот это вот слово обсудить вам что ли нечего, это можно сказать на всё, абсолютно на всё. Ну, например, вот такая красивая роза, бежевая, изумительная. Сегодня купила розу, ну, просто невероятной красоты. И в этот момент можно написать, да вам что, делать нечего, что ли, вот о розах говорить, что, больше нечего обсуждать. это вот такой вот вам яркий пример того, что, ну, на такой вопрос отвечать не хочется. Дальше, Алия Нуралина пишет, можно сок топинамбра, вы имеете ввиду на эту маску, которую я делала, можно и сок топинамбра, это вообще изумит, но это уже другая маска будет и с другим эффектом. Хотя, топинамбур, топинамбур, он тоже очень хорошо борется с пигментацией. Да, Алиечка, топинамбур, это здорово. Так, дальше пошли. Опять Оля Ка пишет, все супер, опять, а, это я уже говорила, это я уже убираю. Ну, вот, например, Надежда Зайцева, она у нас уходит в бан, в бан. Вот, меня научил сын вот так вот банить. Это вот мы делаем так, флажок, пац, и заблокировать пользователя. Почему? Потому что Надежда Зайцева любит говорить бла-бла-бла. Я такие слова не принимаю, не воспринимаю. Все, блокируем. Надежда Зайцева больше туда не напишет. Дальше, Джонни Ши, Джонни Ши пишет мне, я такая ленивая, моя красавица, раз уже так пишет, то уже святой человек, уже святой человек. Вот она, Джонни Ши, она Джонни. Она пишет, я такая ленивая, у нее роза желтая, на все эти маски, может, массаж какой-то. Я бы с удовольствием пришла к вам на ужин. Вам надо ресторан открыть, она пишет, моя красавица. А я бы с удовольствием вас пригласила. Так, дальше поехали. А дальше, а дальше сердца Виктория Матвиенко. Я принимаю ваши сердечки с огромным удовольствием и я люблю вас. Людмила, Людмила, а мне помогает сода, как слабительно. Совершенно верно. Сода настолько хорошо очищает кишечник, настолько регулирует все эти процессы, именно раскисляет, очищает, проводит это. И, естественно, выгребает столько мусора до трех килограмм, задумайтесь только, до трех килограмм грязи с нашего кишечника выгребает сода. Это кто знает, такие как вот Людмила, которая действительно это принимала, как и я. Так, дальше. Дальше пишет Наталья. Живу в Америке 18 лет. Давайте посмотрим на Кашеньку. Какая она у нас? Она фотография. Как я люблю, когда фотографии, девчонки. Ой, какая красавица. Наталья, это вы, да? Это ваша фотография? Такая красивая. Так, ну давайте почитаем, что же она нам пишет. Живу в Америке 18 лет, в маленьком городе, и тут все, все очень гуманные, щедрые, добросердечные. Многие миллионеры пожилого возраста в нашем городе одеваются очень-очень просто. Иногда даже из секонд-хенда, но регулярно отправляют деньги в фонд больных раком. Или на исследование редких заболеваний. Конечно, не вся Америка такая, но в маленьких комьюнити именно так. Спасибо за ваши полезные видео. Катенька, я могу их слушать бесконечно. Вы такая легкая, правдивая, шикарная. Ой, ну вот все. Я теперь вот красная не могу повернуть на себя камеру. Благословенная Господом. Девчонки, ну что вы такое пишете? Вот мне честно, вот это все я, конечно, с удовольствием принимаю, но вот провалиться. Я не знаю, такой человек, когда сильно много похвалы, честно говоря, я неуютно себя чувствую, поэтому я всегда люблю вот такие сердечки получать и сердечки отправлять. Дай Бог здоровья вам, вашим детям, мужу и всей семье, а также всем подписчикам вашего канала. Здорово! Наталья, Наталья, дорогая моя, я благословляю вас и я прошу у Бога благословения на вас абсолютно во всех сферах жизни вашей, в здоровье, в работе, в финансах, в благословении ваших родных и близких, во всем, абсолютно во всем. Да услышит Господь! Аминь. Вот Наташеньку, это на какое видео вы мне ответили? Давайте посмотрим. Так, это вот на это видео, ага, где люди, что с вами? Да, там я разозлилась. Так, дальше пошли. Дальше Михаил Топин пишет. Здравствуйте! Здравствуйте! Можно узнать, кто вы по образованию? Слушайте, Миша, ну что такое, дорогой Михаил? Меня все время спрашивают, кто вы по образованию? А замужем вы или не замужем? А сколько у вас детей? А где вы живете? А какой адрес? Я уже много раз говорила, что я на личные вопросы по просьбе своего супруга не отвечаю. Понимаете? Не образовываю. Образование у меня очень хорошее, я вам сразу говорю. Вот. И совершенно для моего общества для моей интернет-семьи кичится образованием, а образование у меня блестящее. Я не хочу. Поэтому я всегда говорю, Михаил, я маляр, штукатур. Дальше пошли. Дальше идет мат отбросный. Это Элис Брюс. Он идет в бан. Поскольку у меня сын сейчас готовится к экзамену, и я его в бан. Он меня научил вот так вот делать. Хоп! Все. Дальше в бан идет опять Элис Брюс. В бан. Заблокировать. Блокируем. Все. Больше Элис Брюс здесь ничего не напишет. Дальше идет Айтак Тагиева. Можно делать маски каждый день. Дорогая Айтак, я каждый день делаю масочки. Сказать вам, что я делала сегодня. Сегодня я делала масочку из кабачка. Кабачок, мед, три ингредиента и ложка сметаны. Это бесподобная маска. Вот я делаю, допустим, салат и обязательно оттуда беру или кабачок, или огурчик, или еще что-то. Тут же, если вот нету ничего рядышком, но обычно бывает, вот у меня бывает всегда, то ли мед, то ли оливковое маслечко. Я обязательно беру сок того-того-того, взбиваю и на лицо. Либо желток беру и намазываю. И параллельно начинаю, пока у меня эта масочка сохнет, я что-то делаю. А иногда просто беру Айтак и мажу просто лицо, ну, например, огурчиком. И дальше продолжаю что-то делать. Это тоже своеобразная масочка. Если ничего нет, я беру, ну, например, пол-ложки уксуса домашнего, например, яблочного, смешиваю с одной-третью ложкой меда. Все, маска готова. Тонизирующая, подтягивающая, разглаживающая морщины и еще убирает пигментацию. Вот так вот Айтак. Только так и никак иначе. Маски каждый день. Дорогая Айтак, вы кушаете каждый день? Вы кушаете каждый день? А почему вы кушаете каждый день? А что питать изнутри организм? А почему вы не питаете кожу лица эпидермис свой? сверху? Сверху. Почему? Обязательно нужно. Обязательно. Ну вот, дорогие мои, время так летит быстро, что не успеваю я оглянуться, а уже и все. И вот, девчонки, вы видели сейчас, сколько неадеквата, да? Матершинников сколько, а сколько вот просто... А это так. Это вот несколько. А представьте, у меня, ну, сейчас муж делает, сын делает, готовится к экзамену и не может. Вот сейчас мне нужно 603 на рассмотрение. 603 комментария мне нужно сейчас обработать. Вот уже прошло, да, 20 минут. Вот представьте, сколько времени он дает добро обрабатывать на рассмотрение. Я никогда это не делаю. А вот тут вот опубликованный. Вот сюда я вхожу, который опубликованный. Ну, например, оп, вот так вот я вхожу в опубликованный. И вот тут вот это моё. Здесь уже все нормальные комментарии. И здесь я вот умсандык, да, только что мы ее пропустили, поставили. Вот эти вот галочки ставит мой сын. Сюда пропускает. А вот сюда уже захожу я, читаю и потом вам вот так вот сердечки отправляю. Да, кстати, Инночку нам тоже нужно удалить. Вот. А дальше вот так вот. Вот, вот так вот. И иду. Леонорочка, Алия, да, вот Телефо, Телефо, Лидия Яковенко и дальше. Спрашивает Лидия Яковенко, а можно все ингредиенты, измельчить блендером? Конечно, можно. Лидушка, все можно. Почему нет? И вот, еще мне спрашивают, да, почему семья? Вот, послушайте, Марина Росейкина пишет, Катя, Катя, ура, 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 мы радуемся вместе с вами, поздравляю вашего сыночка и мудрых и заботливых родителей с победой сына, Божьего благословения вашей семье, спасибо, что не просто делитесь своей радостью, но и нам всем даете такие нужные мудрые советы. Вот, это когда он получил права, я тут же поделилась со своей семьей и со своей интернет-семьями. Разве это не интернет-семья? Конечно же, это интернет-семья. Все, кто подписан на мой канал, все, кто подписывается, вот Леночка Шмидт всегда с добром, с любовью, всегда, Маркиза Трамазанова, всегда-всегда. И естественно, вот Ириша тут, естественно, кто ко мне с добром, и кто подписан, те и есть интернет-семья. Это наша интернет-семья. Мало того, девчонки общаются друг с дружкой. И это не менее радостно. Татьяна Ганская, Катюш, ты умничка, обожаю твои советы. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Танюшенька принимается. Дай Бог вам здоровья, благословений и любви, радости вашим близким. А вот Лючи Нелли Тенебре. Сестра у нее тоже красивая, но почему-то злая. Ну вот так, вот так бывает, Лючи. Вот так бывает. Это вы по поводу сестренки у Мэган. Да, у Мэган злая. А знаете что? Зависть. Вот есть такие люди, которые завидят, независимо от того, родство или не родство. Вот есть такое. Есть такое. Так, дальше. Дальше Светланочка Гончарова. Вот моя хорошая. Сердечки и цветочки. Все. Этого достаточно для того, чтобы я поймала эту любовь и отправила назад благословения Светлане. Светлане тоже благословений и любви. И спасибо Богу за каждого из вас, девчонки, мальчишки. За каждого, за каждого. Дальше пишет Елена Кафф. Правильно вы сказали. Мы барахтаемся без Слова Божьего. А стоит только открыть руководство. Потому что это руководство к нашей жизни. Бог дал нам жизнь и дал с любовью нам руководство Библию. Счастливы все, кто читает и вникает, и воплощает в свою жизнь. Совершенно верно, Еленушка. Люблю вас. Благодаря вам перечитываю Библию. Каждый раз черпаю что-то новое. Моя красавица. Дай Бог вам здоровья, благословения. Я уверена, они уже ложатся на вас. Сто процентов. Потому что когда вы вслух произносите эти слова, вы даже не понимаете, какой духовный мир вы просто заставляете работать в своей жизни. Какой канал духовный вы открываете для поставки духовного кислорода в свою жизнь. Люблю вас. Благодаря вам перечитываю Библию. Каждый раз черпаю что-то новое. Благословения вам. Так. Хочу посещать ту же церковную общину, что и вы. Подскажите, куда обратиться. Я читаю дома Библию, но хочется общения с чистыми людьми. Есть потребность. Да и в Библии написано, что где соберутся несколько человек в мою славу. Там Дух Божий. Совершенно верно, Еленушка. Совершенно верно. Вы знаете, я же не знаю, где вы, в каком городе. Вот вы пишете, я имею в виду, как называется церковь, которую вы посещаете. Немного не так выразилось. А, я уже делала видео, Еленушка. У меня есть видео моей церкви. У меня баптистская церковь. Баптисты у нас собираются. Но везде разные церкви бывают. Есть в православном храме живая церковь. Есть в католическом храме. Есть баптисты. Баптисты. Я не знаю, есть пятидесятники прекрасные, есть адвентисты седьмого дня. Разные, абсолютно разные конфессии. И в каждой конфессии есть живая церковь, а есть мертвая. Среди баптистов тоже есть не совсем. Понимаете? Вот мне очень в жизни повезло. Мне очень в жизни повезло. У меня и получается церковная семья бесподобнейшая. У нас церковь очень сильная. И люди прям там вот как будто Господь Бог взял и всех подобрал одного к одному, одного к одному. Один лучше другого. Ну, в общем-то, разные есть. Таких же можно найти и в других церквях. Я видела и православные храмы живые. Я видела такие. Я видела. Можно найти везде. Но моя церковь называется Баптистская. Так, дальше. Верочка Александрова пишет. Конечно, дураков-то везде хватает. Слава Богу, такие не все. Живет у нас в доме ветеран. 80 лет ему. А, наверное, здесь Верочки. А, здесь ответ Верочки Олечка пишет. Оля Олейникова тут. У меня они иногда девчонки друг с дружкой. общаются. Так, ну все, девчоночки, я вас всех люблю. Я вас всех целую. Сейчас буду всех опубликовывать, чтобы и потом ставить вам всем свои сердца, потому что я вас очень люблю. И для того, чтобы вам показать это, я вам ставлю всегда сердца. прочитав ваш комментарий. Я благодарю Бога за каждого из вас, чтобы он оборотил на каждого из вас внимание. Я благодарю за интернет, семью, и даже за тех, кто не пишет комментарий. Но, девочки, кто не пишет комментарий, хотя бы лайкните. Вот. И за каждого, конечно же, я благодарю Бога, потому что это несомненно благословенные люди. Здесь ведь нет мата. А люди, которые тянутся к тому месту, где чисто, где нет мата, где нет вот этих вот ссор и распри, это чистые люди. Поэтому я говорю, это моя интернет-семья. Пока-пока. Любви, радости, благословений вам и вашим близким. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!